Первая глава из книги пророка Амоса И сказал он, «И сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Овен и держащего скипетр из дома Еденова, и пойдет народ арамейский в плен в Кир, — говорит Господь. Так, — говорит Господь, — за три преступления газы, и за четыре не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Едому. И пошлю огонь в стены газы, и пожрет чертоги ее, и истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Екрон, и погибнет остаток филистимлян, — говорит Господь Бог. Так, — говорит Господь, — за три преступления Тира, и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Едому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет чертоги его. Так, — говорит Господь, — за три преступления Едома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, сврепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги вассора. Так, — говорит Господь, — за три преступления сынов Аммоновых и за четыре не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И заполю огонь в стенах Раввы, и пожрет чертоги ее среди крика в день брани с вихрем в день бури, и пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, — говорит Господь. Глава вторая Книги пророка Амоса Так, — говорит Господь, — за три преступления Моава и за четыре не пощажу его, потому что он пережег кости царя Едомского в известь. И пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его, и умершлю всех князей его вместе с ним, — говорит Господь. Так, — говорит Господь, — за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господень, и постановлений его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима. Так, — говорит Господь, — за три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвенники, и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. А я истребил перед лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне сорок лет, чтобы вам наследовать землю Амарейскую. Из сынов ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это сыны Израиля? Говорит Господь. А вы Назареев поили вином, и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. Вот я предавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами. И у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни. Ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни. И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. Книга пророка Амоса, глава третья. Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда селка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Лев начал рыкать, кто не содрогнется. Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской, и скажите, соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. — Они не умеют поступать справедливо, — говорит Господь, — насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. — Посему так, — говорит Господь Бог, — вот неприятель, и при том вокруг всей земли он низложит могущество Твое, и ограблены будут чертоги Твои. Так, — говорит Господь, — как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, — так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. — Слушайте и засвидетельствуйте дом у Якова, — говорит Господь Бог, — Бог Саваоф. — Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступления его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря и падут на землю, и поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут дома с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, — говорит Господь. Глава четвертая книги пророка Амоса Слушайте слово это, телицы васанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, — подавай, и мы будем пить. — Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь проломы стен выйдите каждое, как случится, и бросите все убранство чертогов, — говорит Господь. Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления, приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши хотя через каждые три дня, приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, — говорит Господь Бог. Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. — Но вы не обратились ко мне, — говорит Господь, — и удерживал от вас дождь за три месяца до жатвы, проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напаяем был дождем, а другой неокропленный дождем засыхал. И сходились два-три города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыто напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, — говорит Господь. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница, и при всем том вы не обратились ко мне, — говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри вашей. И при всем том вы не обратились ко мне, — говорит Господь. «Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, — говорит Господь. Посему так поступлю я с тобою, Израиль, и так я поступлю с тобою, и как я поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль. Ибо вот Он, Который образует горы, и творит ветер, и объявляет человеку намерение Его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли, Господь Бог Саваоф, имя Ему». Пятая глава книги пророка Амоса Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упала, не встает боли и дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее. Ибо так, говорит Господь Бог, город, выступавший тысячью, останется только сотнею, и выступавший сотнею, останется с десятком у дома Израилева. Ибо так, говорит Господь дому Израилеву, взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля и не ходите в Голгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Голгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. В защите Господа и будете живы, чтобы Он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. О, вы, которые превращаете суд в отраву и правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездия и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? И Господь, имя ему. Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесных камней, но жить не будете в них, разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжкие грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. И тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло, и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Посему так, говорит Господь Бог Саваоф Вседержитель, на всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать «увы, увы», и призовут земледельца сетовать и искусных в плачевных песнях плакать. «И во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя», — говорит Господь. «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день, Господень? Он тьма, а не свет. Тоже, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу! Отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне все сожжения и хлебное приношение, я не приму их и не призрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гусли твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение которой вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь, Бог Саваоф, имя Ему. Глава шестая книги пророка Амоса Горе, беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля. Пройдите в кални и посмотрите, оттуда перейдите в Ямав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они этих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поете под звуки гусли, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, Пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болеете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончатся ликование изнеженных. Клянется Господь Бог самим собою, и так, говорит Господь Бог Саваоф, гнушаюсь высокомерием Иакова, и ненавижу чертоги его, и предам город и вверху. Все, что наполняет его. И будет, если в каком доме останется десять человек, то умрут и они. И возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящимся при доме, «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит, «Нет никого». И скажет этот, «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня». Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселенными, а малые дома трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы между тем суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите, не своею ли силой мы приобрели себе могущество? Вот я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Ямаф до потока в пустыне. Седьмая глава книги пророка Амоса Такое видение открыл мне Господь Бог, вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал, Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал. И пожалел Господь о том, не будет всего, сказал Господь. Такое видение открыл мне Господь Бог, вот Господь Бог произвел для суда огонь, и Он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли. И сказал я, Господи Боже, останови, как устоит Иаков, он очень мал. И пожалел Господь о том, и этого не будет, сказал Господь Бог. Такое видение открыл он мне, вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь, что ты видишь, Амос? Я ответил, отвес. И Господь сказал, вот, положу отвес среди народа моего Израиля, и не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковые, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иерваамова. И послал Амасия священник Вифильский к Иервааму, царю Израильскому, сказать, Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех в слов его, ибо так, говорит Амос, от меча умрет Иерваам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей. И сказал Амасия Амосу, провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский. И отвечал Амос и сказал Амасии, я не пророк и не сын пророка, я был пастух и собирал сикаморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне, Господь, иди пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь, не пророчествуй на Израиле и не произноси словно дом Исааков. За это вот что говорит Господь. Жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевою вербью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей. Восьмая глава книги пророка Амоса Такое видение открыл мне Господь Бог, вот корзина со спелыми плодами. И сказал он, что ты видишь, Амос? Я ответил, корзину со спелыми плодами. Тогда Господь сказал мне, приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это алчащее поглотить бедных и погубить нищих. Вы, которые говорите, когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви и высевки из хлеба продавать. Клялся Господь славою Иакова, поистине вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый живущий на ней, взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. И будет в тот день, — говорит Господь Бог, — произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. И обращу праздники ваши всетования и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. В тот день и стаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, — жив Бог твой дан, и жив путь в Версавию, они падут и уже не встанут. Глава девятая книги пророка Амоса Видел я Господа, стоящим над жертвенником, и он сказал, — ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки и обрушь их на головы всех их, а остальные же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто, желающий спастись. Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их, и хотя бы они скрылись на вершине кормила, и там отыщу и возьму их, хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их, и если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на них, очи мои, на беду им, а не во благо. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачет все живущие на ней, и поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. Он устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь имя ему. Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян, из Кавтора, и арамлян из Каира? Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли. Но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь, ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят, не постигнет нас, и не придет к нам это бедствие. В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Вот наступают дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плоды из них, и во дворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой. Субтитры подогнал «Симон»!